конечно же светилище и кума не понимаю всех этих таких вот танцев ну танцы и танцы чё тут такого много много гормонов много энергии танцы это при это приятно если ты находишь в них от душу но это здорово если ты не на дождь не находишь в них отдушину то для тебя это просто кажется унылой нахер не нужной херней если ты посередине то где-то в лет 50 ты со своей благоверной пойдешь уроки танцев просто как аж 2 что случилось все в порядке я всего лишь немного подвернула ногу блин опять она обратите внимание что сейчас уже вечер тебя это тоже ждет очень вряд ли я не нет не танцу литр я люблю ну типа я не против подвигаться и с этого энергии заполучить святилище святилище охраняет пара статуи напоминающих смеси льва и собаки стала похоже на древнюю каменную стелу а вы ссоре ни разу не танцевали так типа чуть-чуть может быть совсем там подвигались на кухне пофлексе или немножко дома это ну типа не то чтобы мы разучивали танец учили движение какой-нибудь вальцы или что-то в этом духе это синтаистское святилище она величественного звучатся на фоне деревьев возвышается что-то ирис как-то ящик для подножений о мне нужен такой вот этот ящик бросают перед молитвой монетки ладно о чем задумалась на что смотришь на цветы там вдали цветы нет слейк нет это неинтересно вообще никому вам наверное отсюда их не видно они должны быть они должны там быть я хорошо знаю это святилище давай посмотрим цветы цветы похоже это ирисы зимние если точнее такие же как стоят в доме у семьи саган вдали цветут зимние ирисы вот они прикольно очку это типа хай-квалити так ты смотришь на зимние ирисы как вы догадались у нас дома в горшке такие же я ведь уже говорила что они означают на языке цветов надежду и добрая весть если мне не изменяет память ирис греческой мифологии это ирида олицетворение и богиня радуги она была вестницей остальных богов и разносила их поручения я знаю я ведь и уже рассказывал вам об этом когда мы сидели в кафе вот почему языки цветов и ирисы означают надежду и добрые вести насчет этого святилища ванта нитро я не думаю что валюта передается а вот бп возможно про передается не шарю не шарю но вот за камни камни прям вообще вряд ли я причем причем я не знаю можно ли пропуск подарить и за это не шарю ванта нитро она называется и куме ирибико и сати номикото хотя иногда еще и куме тэнно или и куме номикото так или иначе это святилище посвященное богам существует следующая легенда однажды и куме ирибико послал одного из своих подданных тадима море на срочное задание приказом было отправиться в страну мертвых найти какой-нибудь загадочный плод назывался он таки дзику но как у но куноми сказание гласило что всякий кто его отведает обретет вечную юность и бессмертие пройдя через многочисленные испытания тадима море сумел наконец найти этот плод но к тому времени как он вернулся и куме ирибико уже не стало тазима море впал в отчаяние рыдая половину плода он передал жене усопшего вторую же половинку он оставил на могиле и куме ирибико после чего умер на месте так вот если верить легенде этот самый плод находился внутри святилища которая сейчас за нами да не может быть плод бессмертия что ли ага неужели вам это неинтересно извини но нет я бы предпочел быть нормальным хэдкортер же а зум на цветах через функцию headquarters ну да да так ностальгия нахлынула с этим местом у меня связано многие воспоминания шесть лет назад я частенько приходила сюда с одним человеком опять шесть лет опять человек каким человеком я звала его просто дядей он был очень добрым надежным и я любила его как родного отца но однажды этот человек внезапно взял и куда-то пропал подожди-ка она говорит да возлюбленном хитоми насчет этого дяди помните позавчера вы спросили у меня почему я стала айдолом а еще я ответила что просто хотела стать знаменитой так вот на самом деле это больше связано с дядей я ищу его на протяжении всех шести лет но все безрезультатно я не знала где он вообще может быть так что вместо того чтобы искать самой мне пришла идея заставить его заметить меня думаешь если ты станешь знаменитой он сам с тобой свяжется ага вот значит зачем она решила стать айдолом разумеется знаменитой я тоже всегда мечтала стать так что дело конечно не только в этом но почему тогда ты назвалась эйсет если хочешь чтобы тебя нашли не лучше было бы выступать под своим настоящим именем а по этому поводу можно не беспокоится эйсет была идея самого самого дядя он говорил что если как я когда нибудь стану звездой то можно будет взять этот псевдоним что-то акиура санна поблизости не видно хотя это неудивительно мы же не сразу сюда подоспели да должно быть он уже ушел блин я думал пофигу в каком порядке я пойду я хотел в парк сразу метнуться очень жаль не похоже что здесь были какие-либо улики мы лишь зря потратили время ребята я дебил может загрузиться может загрузиться ребят фак я ведь я я такой я короче смотрю что здесь написано понедельник протыкиваю все это дерьмо и все нормально и все хорошо и не пишут мне времени я думаю ну пофигу значит они хотят чтобы я просто это протыкал а потом они меня подгружают сюда в самый последний момент когда здесь уже темно и я понимаю что время на самом деле идет а время я просрал ну ладно просрал так просрал дата нам не стоит и дальше терять здесь время пойдем ладно холодильный склад пошли в самый ладно потом потом когда будем перепроходить на хорошую концовку пойдем в правильном порядке хотя вряд ли чё я точно его видел твое бездыханное тело ирис прямо на этом столе прямо на этом месте но я же сейчас стою перед вами не боитесь что это призрак на тыж на ногах вроде ходишь а вдруг на самом деле это просто вытянутая грудь какая прелесть я попробовал представить себе или со свисающими до пола сиськами однако картина все же оказалось малоприятный кстати вы ведь говорили что спасли меня в каком-то сне в каком-то там сне что это вообще значит ты же уже знаешь что я работаю спец отделе под названием и без своей верно да вы рассказывали об этом позавчера в машине мы погружаемся в сомниум то есть сны подозреваемых и свидетелей для поиска улик в их сознании этим собственно наше подразделение и занимается но как вам удается проникать чужие сновидения с помощью приспособления под названием синхромашина и что это такое специальное устройство это не объяснение расскажите мне как она работает ну короче как бы я конечно могу объяснить но понимание нужны знания некоторых основ каких основ так ты знаешь что такое нанотехнология нанотехнология конечно это наука в которой используются крошечные невидимые невооруженным глазом материалы с устройствами с помощью нее еще создает на на роботов таких малюсеньких при малюсеньких на на машин я слышал их применяют различных областях науки и медицины современные на на роботы стали настолько продвинутыми что могут даже лечить рак и тому подобное проникая внутрь тела они делают пиу 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 и болезнь проходит так мне мама говорила ну не помню точно может конечно еще бими биби или любом случае насколько я знаю лечение на на роботами стоит огромную кучу денег лишь немногие могут себе это позволить учителя говорил нужно быть очень при очень богатым целом все так но позволь мне немного дополнить на но это довольно дольная приставка означающая 10 степени минус 9 следовательно один нанометр равен так подожди так это у нас 9 1 10 миллиардный нет подожди 90 это миллиарды 1 миллиарды тоже нет даже да все правильно 1 миллиарды метра миллиард 90 это миллиард до миллионы потом миллиарды потом триллионы все правильно 90 1 миллиардный метр на длина на на роботов использующихся в синхромашине составляет всего 2,16 на 2,16 сотых нанометра то есть они даже меньше вирусов размер которых варьируется от 20 до 970 нанометров это позволяет им рекомбинировать нейронные связи находящиеся в мозгу другими словами во время синхронизации на на роботу записывать данные одного человека в голову слышала когда антисистеме у баджет значит не слышала нет не знаю что это такое вы ведь говорите о программе которая лежит в основе искусственного интеллекта да а что-то не так ты выглядишь какой-то испуганный все в порядке не обращайте внимание как уже объяснял пьютер благодаря системе ваджет мы можем успешно извлекать подсознание одного человека посылать его в мозг другого именно это делает синхронизацию возможной до мимика хорошая в игре поработали над этим я знаю это расшифровывается как гематоэнцефалический барьер верно внутри черепа живет армия крохотных солдатиков которые защищают мозги от вредных веществ в крови ведь так ну полагаю можно сказать и так гэп находится внутри микрососудов головного мозга он представляет из себя фильтр пройти через который способны лишь объекты размер которых не превышает 4 десятых нанометра нужно это для того чтобы опасные микроорганизмы не смогли попасть в нервную ткань он прикольно я не знал вообще вообще никогда биология вот это вот это все вы вообще не моё я ничего из этого не знаю просто просто работает голова просто фильтрует шик насчет работы и синхронизации ладно думаю с основами мы разобрались теперь перейдем главному мы синхронизаторы с помощью специального шлема получаем доступ к чужому мозгу это такой прибор внутри которого находится огромное количество на на кабелей кончик каждого из них подключен к определенному на на роботу однако роботы эти слишком велики чтобы просто взять и проникнуть через микрососуды в мозг дело в том что гэп солдатики кричат нет уходите и отталкивают их назад да ну что то вроде того тем не менее нам во что бы то ни стало нужно отправить этих на на роботов клетки мозга и так что же делать взять дрель и просверлить в черепе дырку не тогда как в лом крафте простой кирочкой нет выбор инструмента здесь ни при чем нам вообще не нужно делать отверстия они ведь и так уже есть в каждом черепе одно из них является глазная впадина на на кабеле в синхрон шлеме достаточно малый чтобы пролезть в зазор между глазницей и яблоком оттуда с помощью канала зрительного нерва они попадают в непосредственно в море какое еще море море мозговых клеток звучит довольно романтично вообще-то это всего лишь кусок протеина как только на на кабеле достигают своего места назначение начинается подготовка синхронизации они проникают мозг подобно корням огромного дерева на кончике каждого кабеля находится по на на роботу и все они управляются системой в аджет именно с помощью нее синхронизатор обменивается своим подсознанием обменивается дело в том что мозг обладает определенной предельной емкостью в одной голове не может одновременно уместиться с разум сразу двух людей попытки запихать в одно тело больше одного подсознания могут привести конфликту и выходу мыслительных функций строя ты же знаешь что автомобилей столько один руль учебный автомобиль будь их несколько он бы тут же угодил в аварию мне больно это представлять ну знаешь это как радиация она просто прошивает тебя насквозь и ты даже не чувствуешь но правда если много раз она тебя прошли от насквозь то ты получишь себе лучевую болезнь и будет действительно больно смотреть но все же ну самолетов так то бывает два штурвала ладно это был не самый лучший пример прикольно я пытаюсь сказать что человеческое тело вмещает в себя только одно подсознание если попытаться уместить разум двух людей в один мозг он выйдет из строя теперь понятно стол значит на этом столе лежал мой труп а так как где-то чудо за лужа да не честно находится не что похоже на спины не счету и ты она убирайся из моего дома чего это вдруг это был полтергейст который живет внутри щитка что если я призрак то у меня должен быть свой полтергейст о чем это ты вообще так чё у нас тут разрезатель леда мне от больше все устройство для резки льда ничего интересного так ящик надо исполкаться деревянный ящик кейба гуан это еще что такое ящики наводят меня на мысли о гигантских роботах чего ну как из фильмов про кайдзю о чем ты вообще говоришь надо исполкаться деревянный ящик кстати он обратите внимание больше не на полу лежит картонная коробка ух ты какая аппетитная карамелька и правда она настолько огромная что и челюсть сломаешь да ты сан что вы такое несете это же обычная картонная коробка а ты так ну это херня это прокликивание вообще нахер не упала зрение нельзя заюзать нет и зрение можно заюзать только если заюзать его по фокусу насчет работа псинхронизации в общем подсознание псинхронизатора отправляется в голову подопытного а в голове этого самого подопытного на тот момент нет ничего кроме воспоминаний то есть она у него как пустой дом в которой в котором не стала владельца мы псинхронизаторы проникаем туда находим необходимую информацию и возвращаемся обратно и все это в течение шести минут значит есть ограничение по времени а а значит там можно застрять навсегда нейронные связи начнут поглощать подсознание проще говоря мы окажемся заперты внутри дома давай подведем итог спасибо большое хоть и не полностью но теперь я знаю как устроена псинхронизация только никому не говори это засекреченная информация можете не беспокоиться даты сан вы лучше скажите с кем вы вчера псинхронизировались разве я не показал тебе его фотографию я имею ввиду сэдзиму депутата так вот почему вы у меня не спас спрашивали но ведь ты никогда его не встречала нет клянусь да подойдем отток в общем да ты сан получается вы увидели здесь мой труп да я в этом уверен и после этого вы отправились в солнце димы сана и спасли меня там от смерти а ага ну а потом я каким-то образом ожила именно да ты сан мне все таки кажется что вы вы да ты кажется она сильно замерзла да и сам уже продрог до костей и рис давай-ка лучше сначала выйдем наружу хорошо карта бар марбл эй мама это я то есть патологически ну наверно гипотетически это хоть и сказать можно пересекать и чужое тело ну вот мне кажется что с этим на самом деле все и связано как бы что-то в этом духе с типа бжил был чел а потом мы в него подгружаем другого чела я помните моя теория про то что наш был на наш чел был когда-то бандосом которого типа исправили а что если бандоса не исправили что если бандоса решили казнить но пост но впоследствии перепрограммировали подгрузив него другого человека пам-пам-пам но это все лишь инсинуация играем смотрим да ты тян как дела я уже к тебе еду рада это слышать хочешь я закрою сегодня пораньше чтобы мы смогли побыть наедине извини но я не один а скил с девушкой по имени ирис что это значит она девственница я вообще-то по делу к тебе собираюсь ты что забыла о чем мы говорили есть тот один завсегдатай который хорошо знал рантьяна сегодня вечером он как раз должен прийти а точно он ведь сегодня придет да обещаю ладно тогда увидимся а жду не дождусь как вы разговариваете по телефону без гарнитуры объяснять это мне было лень так что и я решил просто соврать внутри ухо у меня установлен крошечный наушник ух ты круто и пока ирис восхищалась поступил входящий звонок да ты это босс у меня дурное предчувствие ну что-то так он время доложить обстановку скажи-ка поймал ли ты заключенного номер восемьдесят девять если бы я выследила то сразу бы с тобой связался что ж понятно значит еще нет она начинает рвать и метать что это только что было отчаянный крик моей души ты хоть понимаешь какой я сейчас жопе тот час же найди и приведи назад номер восемьдесят девять номер восемьдесят девять сбежал вместе с акиурой и сейчас я иду за информацией местонахождение этого самого акиуры куда я рассказал что вместе с ирис направляюсь в марбл объяснив разумеется все причины только не говори мне что ты решил ее напоить вообще-то ирис еще несовершеннолетняя а если бы была совершеннолетней ладно неважно да так он надеюсь у тебя есть хороший план без разницы как просто поймай и арестую этих двоих беглецов ты меня понял я должен был на поймать и арестовать этих беглецов они просто свалили в закат мне кажется что я просто по самому плохому пути прохожу игру понедельник 22 07 голден ёкоти ёкоти а то что боссы и в глазу похоже внешне как-то похоже внешне как-то связано я бы сказал что не похоже внешне хотя может быть похоже внешне не знаю может быть нет нет айба сама себе лук подобрала значит это и есть голден ёкоти ты здесь впервые а бар марбл у нас находится вон там да ты внимание позади тебя кто-то есть два человека в масках они приближаются на исты чего чего это за херня свидетелем чего я являюсь сейчас ребят вы чё кричите надо мной что ли вы чё мне пытаетесь продать это же тот самый посос которого один чел ухай дошел пнув стол говносотрудник года не кокосовые даты кого он спас кого он вырубил чё за херня чего вы мне втираете очко кто это вообще такие погадать будем потом сейчас главное найти из этой ситуации выход да но если я схвачу ирис и попытаюсь убежать эти ребята нас здесь шитят в переулке тупик туда точно нельзя это означает нужно со всеми ними как-то расправиться я пришла к тому же выводу но у меня при себе всего лишь один эвальвер уже зум на трусах понятно сейчас будет что-то очень важно и нужно ребята так зрение зум на труселях зум на порно-журналах зум на огнетушители чё дата у меня есть план я буду давать тебе указания а ты их просто выполняй надеюсь это сработает не беспокойся мои расчеты безупречны и каков твой план видишь вон ту вешалку на которой сушится белье честно говоря нет не вижу для начала выстрелили по ней обычным патроном это ещё зачем никаких вопросов просто делай что я говорю ну а как выстрелить то пробел что ли а контрол понятно эй смотрите настоящий подарок с ним господи какая тупость сука они что совсем тупые прямо как я и подсчитала каким это интересным образом неважно продолжаем теперь заряди эвольвер взрывным снарядом после чего целься в тот торговый автомат с порно-журналами с порно-журналами? я велела тебе не задавать вопросов чего встал как вкопанный? стреляй взрывным снарядом в автомат с журналами так а как мне переключиться на взрывный снаряд снаряд сейчас я назумлюсь ну эй это же с ума сойти я в жизни ничего подобного не видел как бы они были в сантиметре от вас да они явно идиоты можно подумать ты сильно отличаешься а? ну ладно соса постыни подготовительный шаг однако самому тебе ничего делать не нужно алло мама сейчас прямо у твоего бара группа полуголых мачо занимаются гимнастикой чего? эй не используемый голос без разрешения у нас чрезвычайная ситуация я тебе сейчас врежу если не заткнешься что ж теперь все готово теперь нужно лишь воспользоваться тем магнитушителем в нем содержится углекислый газ под высоким давлением я сейчас вылезу наружу и сбегаю и подброшу этот огнетушитель в воздух а ты подбери подходящий момент и выстрели в клапан поехали что? ты готов? это так работает, да? ты готова? я с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Все прямо как я задумал Да Охереть Почему квартира даты, нам надо поговорить с мамой Что это за место? Моя квартира Здание, в котором она расположена, оснащено надежной охранной системой Думаю, здесь мы будем в безопасности Минзуки Тян, значит, еще не вернулась? Похоже на то Я проверила GPS ее телефона Судя по всему, Минзуки по-прежнему находится в Санфише Уже довольно поздно, но если она в Санфиш Покет, то все в порядке Уверен, девочки-официантки за ней как следует присматривают С нами она наоборот была бы в большей опасности Ирис, давай обсудим то, что только что произошло Присядь куда-нибудь Скамья для жима Это скамья предназначена для тренировок со штангой Насчет неизвестных нападавших Ирис, те вооруженные ребята пытались тебя похитить Есть какие-либо предположения, почему? После долгого умолчания она наконец произнесла Есть одна причина, по которой я вас, Датэ Сан, столько раз приглашала на свидание Мне было нужно, чтобы вы меня защитили Я хотел иметь рядом телохранителя Но если бы я сказал вам правду, вы бы... Вы ни за что бы мне не поверили Так что все это время мне приходилось молчать Но сейчас я решила во всем признаться За мной охотится одно тайное общество Они называют себя Найксатлос На что это такое? Подожди Найксатлос? Найксатлос? Это кто такие вообще? Найксатлос? Я... Мне афазия, может, прокнула? Мне это ничего не говорит Вам что-то говорит Найксатлос? Это Найки? На поражении? Найксатлос? Найксатлос? Это группа людей, действиями которых руководит система ваджет Ага, группа людей, действиями которых руководит система ваджет Их конечная цель завершить Икс-0-0-6-3-9 Из-за того, что я узнал этот секрет, моя жизнь теперь в опасности Чего? Прошу вас, Датэ-сан, помогите Они собираются меня убить П-погоди, успокойся Расскажи лучше все по порядку Что такое... Так, что такое Икс-0-0-6-3-9? Это спутник на геосинхронной орбите Земли Примерно на 120 градусах восточной долготы Размер его составляет аж 50 метров в длину Для спутника это очень-очень много Длина большинства метеорологических спутников не превышает 2-3 метра Так что это чуть ли не половина Международной космической станции Размер которой примерно 108 метров И... Этот спутник всегда находится в одном и том же месте И нет никаких сомнений, что создан он был людьми Однако, кто и когда его запустил, никто не знает Все верно Первыми, кто обнаружил данный спутник Стала Японская Ассоциация Космических Энтузиастов Некоторое время это даже было в новостях Но идентифицировать в итоге его никто так и не смог Большинство говорили, что это всего лишь какой-то военный спутник США Но это совсем не так X00639 На самом деле это сверхмощный радиопередатчик Радио... Передатчик? Однако, он еще не до конца закончен Встретительство этого радиопередатчика продолжается и по сей день Его завершение есть конечная цель системы Уаджет Причем здесь система Уаджет? Вы ведь в курсе, что такое система Уаджет? Это программа, на которой базируется работа искусственного интеллекта А вы знаете, откуда она взялась? Система Уаджет была создана американской технологической компанией под названием Эльгор Однако, никаких подробностей разработки не раскрывается По сути, искусственный интеллект в систему Уаджет пришел к нам из дальнего космоса Он был послан на Землю в виде радиоволн с бинарными данными Сигнал поймали люди из Эльгорга, занимающиеся исследованием космоса И когда эксперты его расшифровали, они обнаружили уникальный программный код Как же она втирает очко нам качественно? На основе данного кода и была создана система Уаджет Айба, это правда? Бред полнейший Если латильницы, то... Найксатлоз Иногда их еще называют Найкс Это тайное общество, созданное системой Уаджет Они замешаны в политике и финансах чуть ли не в каждой стране... В мире страны Попробуем подвести итог Ирис совсем поехала головой Ей проще верить в великую теорию заговора вместо того, что тот факт, что ее попытались украсть Ей нужно какое-то оправдание этому кошмару, который происходит Можем как-то смотреть Ирис сидит по норе в голову Судя по всему, так и есть, да? Если подытожить, то получается следующее Уаджет с ее искусственным интеллектом была создана с помощью кода в сигнале, полученном из космоса Эта самая система Уаджет, в свою очередь, организовала тайное общество под названием Найксатлоз Их конечной целью является завершение X00639 гигантского радиопередатчика в виде спутника Так Почему Найкс подчиняется Уаджет? Потому что они находятся в взаимовыгодных отношениях Контролируя цены на акции и курсы валют, система Уаджет приносит членам Найкс огромные деньги Взамен они помогают Уаджет достичь ее цели Для того, чтобы завершить строительство X00639, Найкс использует влияние в правительстве, армии и корпорациях по всему миру Зачем Уаджет строит X00639? Мне как раз удалось это выяснить X00639 нужен Уаджет для того, чтобы передавать данные с собой на другие далекие планеты И на тех из них, где есть разумная жизнь, процесс повторится снова Именно инопланетяне расшифруют сигнал, создадут искусственный интеллект и затем построят еще один огромный радиопередатчик С его помощью система Уаджет сможет отправить свою копию в другую часть космоса Повторяя это снова и снова, в конечном счете, она распространится по всей вселенной А что потом? Потом? Да, чего пытается добиться Уаджет, заполонив с собой космос? Ну, я даже не знаю Не знаешь? Датэ-сан, а вы сами можете объяснить, ради чего люди пытаются оставить потомство? Традиционные ценности, классика жанра Ах, если бы только были люди, которые не стремятся оголтело оставить потомство Ах, погодите Таких же дохера и больше Это то же самое Уаджет является разновидностью формы жизни Я думаю, что распространение это ее предназначение Не, ну если Уаджет форма жизни, то тут уже все, пошло-поехало Почему Уаджет держит существование Найкс в тайне? Предположим, однажды Уаджет появится на экране каждого компьютера и заявит Приветствую вас, земляне Мне нужна ваша помощь Вы думаете, люди станут помогать ей по доброй воле? Скорее всего, систему Уаджет тут же перепрограммируют Или человечество испугается и попытается ее Вовсе стереть Что произойдет, я точно сказать не могу Но уверенно оценив людей, Уаджет пришла к похожим прогнозам Она решила, что гораздо безопаснее контролировать нас из тени Однако, не имея прямого воздействия, манипулировать человечеством невозможно Именно для этого и была создана организация Найкс Атлос Ладно, я все понял Ладно, я все понял Ты серьезно? По правде говоря, нет, но Айрис лучше этого не знать Ох Но, судя по твоему рассказу, Найкс кажется не такой уж Злобной организацией Это не так Подумайте о том, сколько денег с ресурсами уходит в Найкс Из-за них огромное количество людей страдают в бедности Они источник военных конфликтов по всему миру Это не говоря еще о торговле людьми и рабстве Однако Найкс это совершенно не волнует Его членов забудет лишь собственная выгода И для защиты своих интересов они готовы на все Даже на убийство Поэтому на меня и охотятся Потому что я узнала их главный секрет Какой секрет-то? Как и когда ты все это узнала? Ну Пока я не могу вам этого сказать Но это правда Прошу, поверьте Найкс очень опасная организация Да, Тэ-сан, вы же понимаете? Ведь Вы же сами видели мой труп Понятно Один Шиз нашел другого Шиза Хочешь сказать, что твоя смерть в параллельном мире Это дело рук Найкс? Да Мне так кажется Да, Тэ-сан Вы единственный человек, которому я могу доверять Так что прошу вас Не бросайте меня Да, Тэ-сан, пожалуйста, помогите Я бы рад тебе помочь Но ты скрываешь от меня очень важную информацию Просто так По причине контрабас У тебя не может быть уважительных причин Скрывать от меня что-то Ну или Которых ты мне не можешь объяснить Вот просто вот Не может быть и все тут Действовать надо быстрее А не тупить тормозить Ее история звучит настолько безумно Что при обычных обстоятельствах Я бы ни за что в нее не поверил Однако Айрис на самом деле Пытались похитить Какие-то неизвестные люди в масках Кроме того Я лично видел ее безжизненное тело На том холодильном складе Вот именно Лично Значит Один человек Видел Тело на том холодильном складе Если это и правда Произошло в параллельном мире Да ты только не говори мне Что ты во все это веришь А это кстати первое правило Хорошего детектива Помните дорогие детективы Что Магия существует Всякая Невообразимая херня Может быть Это очень облегчает Следственные работы Как она умерла Магия Айба В тебя ведь тоже установлена Система ваджет Ну и что с того Ты меня подозреваешь Думаешь я пытаюсь покрыть Наикс Ну ладно Почему бы тогда не заглянуть Ирис в голову Может тогда станет ясно Правду она говорит или нет А ты имеешь ввиду Псинхронизацию Ну поехали в полицейский участок Сейчас секундочку Надо еще здесь потыкать Всякое У меня тут Смотри какая у меня игрушка есть Это плюшевый милокролик Я подарил его Мидзуки на день рождения Фак Не здесь нифига больше нет Так а что у нас тут за стол Простой письменный стол Вот там какое-то сообщение Важное для меня лежит Доска для заметок На стене висит пробковая доска Для заметок Может поставим Барри Уайта Роскошная И дорогостоящая Смотри кровать На этой кровати у нас Питмидзуки А на какой кровати сплю я Где моя кровать Я сплю у нас Трехместный диван Посредняя комната Распугаться большой трехместный диван Кресло Простое мягкое кресло К сожалению К сожалению я не могу ее никак соблазнить Поэтому пойдемте Ирис выглядит очень серьезно Очень серьезно Погнали Усадив Ирис на пассажирское сиденье Мы направились назад в участок Ля паранормальщина Короче Начали расследовать убийство Но нет же Черта с два Сразу такая паранормальщина Въехала нам Что просто пипец Однако приводить ее туда Я до последнего не хотел В основном потому что Сейчас там находится босс Люди напавшие на Голден Йокута В Голден Йокуте Определенно нас поджидали Выходит они знали заранее Что мы придем С чего бы это Думаешь кто-то предупредил? Вообще так маме ехали Вы с мамой поговорили? И кто же мог это сделать? Человек отзнавший Что мы едем в Марбл? Вот именно Ты имеешь ввиду Босс Не может быть Подожди, а почему сразу босс-то? Who you suckers think you fucking with I'm the fucking boss Ну давайте по чесноку Давайте по чесноку Обработаем эту теорию Предположим, что все, что говорит Ирис правда Пьютер тогда крыса Это все объясняет Почему он Никак не нервничал И позволил Челу уйти Спокойно Спокойно Босс Заодно С ними Айба вероятно Рано или поздно Тоже Типа проснется И Будет заодно с ними Но все еще непонятно Откуда Такие важные Вещи Такие Адские знания У Айрис Где она их загуглила? В интернете? То, что знает интернет Знают все А мама? А мама не знала Что мы едем к ней? Почему Предположили сразу Босса, не мама? Ну ладно Айба, свяжись пожалуйста С Пьютером Я хочу у него Кое-что спросить Хорошо И он позвонил Сразу Пьютеру Как лох А, да ты сан Вам что-то нужно Ты сейчас Где-то еще Кроме Эбит Существует Псинхромашина? Ты сейчас Ты сейчас Где? Ютор Ты сейчас Где? Я сижу Выпиваю В Синдзюку Хотел сначала Прогуляться До Голден До Голден Йокоти Какой совпадение Интересный Но похоже Там была Какая-то Перестрелка Район Полностью Оцепили Очередные Разборки Якудза Наверное До чего Опасно Стало На и улицах Угу И он Уже Об этом Знает Очередные Разборки Якудза И он Это Упомянул Как бы Невзначай В диалоге Со мной Фютер Я хотел у тебя Кое-что уточнить Где-то еще Кроме Эбис Существует Псинхромашина Если да То мне не придется Туда ехать Можно было бы Провести Псинхронизацию С Ирис В другом месте Полицейские Жалуются Про опасность На улицах Тот самый Который дал Преступнику Уйти Во всем мире Есть только Одна Псинхромашина И она находится У нас в отделе Во всяком случае Сейчас Что значит Сейчас Был еще Прототип Стоявший В научно-исследовательском Институте Институте Тиба Но 6 лет назад Его похитили Снова 6 лет Во-первых Во-вторых Ты сказал Что его Похитили То есть Он точно Где-то Похитили Да Во время Перевозки На грузовик Напали Неизвестные Вооруженные Люди Преступников Так и не поймали Устройство Пропало Без вести Айба Ты знал Об этом Нет Впервые Слышу Я даже Не подозревал О существовании Прототипа Пьютер Конечно Гений Да не У нас Только один Есть Был Второй Но я не знаю Где он Поэтому есть Только один Сука Кстати Пьютер А где Сейчас Босс Даже Не знаю Но не думаю Что все еще В участке Скорее Всего Она ушла Домой А почему Ты пришел Про Значит Ни тебя Ни босса В участке Сейчас Нет Ну да Просто Отлично Выходит Я могу Отвезти туда Ирис Без всяких Проблем Хорошо Спасибо Пьютер Увидимся Давай До свидания Ха А Ни тебя Ни босса Нет Абсолютно Неподозрительно Да ты Сан Куда мы Едем В мир Твоих Сновидений Что Я собираюсь Провести с тобой Псинхронизацию Чтобы проверить Пыл ли тот Рассказ Правдой М И если Кажется Что все Действительно Так Как ты Говорил А то Я исполню Твое Желание Желание Разве Непонятно Это значит Что я стану Твоим Телохранителем Ты ведь Согласна Да Конечно А если Этот Внеземной Интеллект Просто Из параллельной Вселенной И Так же Находящийся Определенную Мировую Линию Шиш Вот это Ты фантазер Так Пойду-ка Я что-нибудь Перекушу Надо какой-нибудь Бутербродик Сесть Или что-нибудь В этом духе Ну они Типа Думают Что раз Украли Прототип То какие-то Там Тупорезы Не смогут Допилить И воспользоваться Ага Еще Учитывая Что Чел Говорит Что Мы пользуемся Этой Этой Штукой Даже Не знаю Как Оно Там Работает Ведь Не обязательно Понимать Не обязательно Понимать Смысл Электромагнетизма Чтобы Пользоваться Микроволновкой Сука Восхитительно Мать твою А что Все может быть Представь Ученый хочет Спасти своего близкого Но сам Не может Прошлое И поэтому Создает Код Который Будет Так Скакать Между Реальностями Поиски Нужного Момента Ну Это В принципе Звучит Закономерно И правильно Да И возможно Там Все сходится На том Что Эта Ириска Должна Отъехать Ну Это Факт Посторонний Только Риторически Он Все равно Звучит Как Дурачок Правильно Там На доме Большой Пизус Ну Как Большой Ну Такой Средненький В лучшем Случае Ха-ха-ха 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 Кстати Летится Бранта У меня Плохие Новости Я В следующую Среду Точно Выходной Увы Я Посмотрел На расписание И понял Что Если Я не возьму В среду Там Выходной И второй Выходной Потом Не возьму Еще На той Неделе То У меня Есть Хорошие Шансы Кекнуть Засим Мы обязательно Все сделаем Тук Попозже У меня Конечно Очень много Долгов И я хочу С ними Покончить Но Очень важно Не забывать Хорошо Отдыхать Иначе Это просто Плохо Кстати Здание Похоже На Припятскую АЗС Все Подобные Здания Похоже На одно Большое Одинаковое НИ Очень много Комнат Очень много Стекол Брутальный Фасад Обслуживай Меня Правда Это полицейский Участок Здесь С огромным Писосом Это уже Затем Другая История Так Я покушал И силы Вернулись Ко мне Погнали 23.47 Понедельник Как и сказал Пьютер Его с боссом Здесь не было Однако Как запустить Синхромашину Знает И Айба Следуя Простым указаниям Я быстро Все подготовил Ты готов? Ты готов? Сейчас Сейчас уже существует Куча компаний С креокамерами Оказывают услуги Надеются На будущее Ооо Майнкрупт Да ежи Блин Да что это за место Такое Я не могу Даже пошевелиться Почему ты так Выглядишь Овечка Сегодня я решил Сделать сцену Появление Попроще Ты должна быть И так в шоке От этого мира Прости Что доставляю Тебе столько Ненужных забот Ты ведь можешь И прекратить Так делать Ни за что Тебе настолько Это нравится Так или иначе Похоже Мы все таки В него попали Мир состоящий Из кубиков Желе В лом Крафт Что-то я не вижу Здесь ни ломов Ни крафтов Ирис говорила Что в последнее время Начала стримить Эту игру Но при чем Здесь лом Забудь про него И слушай Мы находимся Сейчас в мире Лом Крафта Это игра В жанре Песочница Цель которой Размещать кубики И создавать различные предметы Я не играю В лом крафт К твоему великому Сожалению Мы уже начали Я не играю В лом крафт Я не играю В лом крафт Прими этот факт Да ты У тебя нет выбора Всем привет И добрый вечер С вами снова Ассет Сегодня мы продолжим Играть в лом крафт В общем Погнали Похоже Ирис начала стримить Помогите Даты-сан Моя жизнь В опасности Найкс Они уже приближаются Найдите меня Даты-сан Скорее О Кирочка лежит Повезло Так Да что Это только что Было Похоже На этот раз Все будет Совсем Непросто Лично мне Предыдущие Сомниумы Легкими Не казались Ты готов? Я начинаю Сканирование Сомниума Запуск Так это должен быть Сложный Сложный Сомниум Ментал Лог 1 Ментал Лог 2 Ментал Лог 3 Блин Странно Я все буду киркой ломать Ментал Лог 4 Визуал игры Прикольный Очень Вызвали Вызвали Эрис на волю Эрис попала в плен Поддержите ее Помогите сбежать Так Сохранимся На всякий пожарный Так Поехали Начните рыть Экран А Кирка Хоть и не очень похоже Но если верить Ирис То это кирка Подобрать До чего Авангардная кирка Должно быть Ее просто Хотели сделать Светящейся В темноте Теперь у нас Есть кирочка Давайте попробуем Ее что-нибудь Вырыть Вот так Честно говоря Это даже Немного весело Ты там особо Не увлекайся Это кирка Осталась Человека Которого Одолели Найкс Будь осторожны Татасан На вас Они тоже Могут напасть Поняла Ага Вот только Грибу Вместо тебя Опять я В любом случае Нам остается Лишь делать То что Говорит Ирис Какая именно Их по моему Сразу две Для начала И ту и другую Похоже Вон там Можно что-то Вырыть Давайте проверим Ну пойдем Это ведь ворота Для меня тут все Выглядит как Какое-то Тофу Что ж Пришло время Поработать Киркой Главное Не увлекайся Похоже на ворота Они чем-то завалены Начать рыть Осмотреть Да как же Начать рыть Ну что ж Сейчас по этим блокам Как следует По калачу Вперед Айба Я готова Айба Кажется мы нашли Какой-то редкий Материал Сегодняшний стрим Обещает быть Чрезвычайно Интересным Тебе весело Айба Я очень устала Мне что, всё время придётся этим заниматься? Ладно, ворота теперь открыты, пошли Так идеально моя кирка имбейшая О, мы в каком-то новом месте Вот только назад, похоже, уже не вернуться Где бы нам ещё порыть? Отлично, ищем блоки, которые можно разрыхлить Ох, обойтись бы как-нибудь без этого Так, замок первый мы открыли, контрольная точка Тут точно всё хорошо Так, начали рыть Так, попробуем сейчас К этому автомату подойти Карта У меня здесь Это моя старая штука А почему я ничего? Ворота, торговый автомат, верстак А, экран Ф Верстак А, где у нас верстак А? Экран Ф Попробуем в торговом автомате себе Какие-то вещи До чего здоровенная крабовая палочка Должно быть это торговый автомат Посмотреть, раздолбить Раздолбить, конечно же, торговый автомат Давай Давай Ладно В этот раз у нас выпала целая куча материалов Сегодня явно счастливый день Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь Эй, Айба Чего? Это что? Голден Йокотё? Да, скорее всего Правда, вокруг всё сильно деформировано Именно здесь на нас с ней напали Да, ТСН, смотрите Это ещё что такое? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Появился опасный босс Но не переживайте Чувствую, сегодня у нас получится его одолеть Проект Голубой Луч Найкс и Сириус решили от меня избавиться Умоляю, вы должны остановить их заговор Да, но каким образом? Танцем Танцем Воспользуйтесь самым красивым видом искусства Когда-либо созданным человечеством Силой танца У них могут быть деньги и влияние Но наши души им не подвластны Танец — это единственный способ противостояния системе ваджет Снайкс Из полученных материалов мы можем изготовить зеркальный шар Давайте поскорее скрафтим его на верстаке И попробуем под ним станцевать Что скажешь, Айба? По-моему, Ломкрафт — это не танцевальная игра Да не об этом Никаких Найксов в природе не существует Но я никак не могу поверить то, что Ирис пытается меня обмануть Айба говорит, что никаких Найксов в природе не существует Чувствуете, Тайт? Я вот чувствую, Тайт Твоё мнение о ней не меняет фактов Ладно, сейчас нам нужно решить, что делать дальше Думаю, сначала надо найти, что нечто похожее на верстак Так, значит здесь у нас ресурсы куда-то улетели в Драбадан Но верстак А у нас просто позади Позади нас А вот и верстачок Что-то не так? Похоже, помимо зеркального шара на нём можно изготовить и другие предметы Но ведь нам нужен именно он Этого ждут зрители Осмотреть Сготовить зеркальный шар Давай сначала осмотрим его Непонятно, сколько мы получим секунд 10 секунд, зато получим какую-то скидку Может быть, это хорошо У нас есть необходимые материалы Так что можно что-нибудь изготовить Х4 получил Передаем верстак Так, смотрим что-нибудь другое Ворота 3 Кажется, это ещё одни заблокированные чем-то ворота Начать рыть, осмотреть Так, сейчас подожди Давай-ка попытаемся найти что-то Экран F На экране виднеется Ирис, ведущая стрим Послушать Ирис Нет Так что у меня ещё есть экран Мы можем впереди что-то осмотреть Если там будет 10 секунд, то в принципе неплохо Он чем-то завален, но скорее всего это выход из Голден Йокотю Начать рыть, осмотреть Давайте осмотрим А нельзя проделать здесь отверстие киркой? Хм, вряд ли Этот материал выглядит слишком твёрдым Так, 40 секунд, а зато 1 четвёртая здесь получилась Шикарно Так, 1 четвёртую я пока сохраню Перед нами верстак Изготовить зеркальный шар Хорошо Классический зеркальный Готово Это было как-то не очень эффектно А теперь пришло время танцев Давайте все вместе подвигаем телом Что мне делать? Прошу вас, Датэ-сан Боритесь с Найкс силой танца Айба, давай, ты должна танцевать Ох, ничего не поделаешь Какое же всратое произведение Просто всратое Дальное säger Ох, ничего не поделаешь Разбывайте Не успеем И к жизни Все vais на фон на фоне этой на фоне стены встань чтобы бедные эпилептики сейчас просто передохли все как мухи просто простите ура получилось мы сорвали проект голубой луч это было потрясающе даты сан вы можете сражаться с ними на равных с вами мне никакой на x не страшен а не знаю как но похоже мы эту штуку все-таки одолели к тому же из него снова упала что-то редкое просто невероятно давайте посмотрим насколько далеко мы сможем сегодня зайти вперед ребята пожалуйста вы должны победить на x даты сан я верю вас получится ладно айба пошли тебе следовало бы немного охладить голову так так теперь у нас 3 ворота ворота 3 ворота 4 экран f давайте попробуем сначала с экраном f повзаимодействовать мне прям очень хочется здесь хранится потому что я ну если я на факт каплю очень сильно я хотел бы я хотел бы потом с этого места просто начать понятно что это контрольная точка экран f смотрите здесь на экране виднеется ирис ведущая стрим послушать ирис 30 секунд тут какая-то скидка будет да непонятно что она будет делать пошли ворота 4 ломать он чем-то завален скорее всего это выход из голден ее котя начать рыть осмотреть начать рыть просто спокойно давай да хорошо без вариантов похоже данные блоки разрыхлить нельзя понятно так 10 секунд были просраны кей все-таки придется тогда так выход из ворота 3 я почему ворота 3 у меня не открыты дождя ворота 3 кажется еще одни чем заблокированы чем-то ворота осмотреть начать рыть ну ладно давай приступай да без проблем получилось еще материальчики что ж пора двигаться дальше так мы вернулись назад грубо говоря здесь довольно просторно это что марбл а те цветы похожи на зимнее ириса ирисы они выглядят какими-то увядшими ухты какое-то какое огромное место интересно у нас получится здесь все осмотреть для начала давайте изготовим из подобранных материалов что-нибудь новенькое вы готовы тогда вперед еще один верстак по крайней мере на нем тебе не нужно ничего долбить дайте сан видите вон ту часовню часовню это последняя надежда человечества против наикс внутри нее находится постамент вы должны вернуть на него священную стелу и спасти нас всех от гнета технологий священная стыла спаси от гнета технологий ok необходимый для изготовления этой стелы материал у вас уже есть умоляю даты сан вы единственный кто может спасти меня и весь мир я единственный эй спасти ирис могу лишь и один эй даты чего ты уверен что продолжать ее слушаться и правда лучшая идея не знаю но мне все же кажется что мы приближаемся к истине правда давай попробуем еще немножко за не понаблюдать ладно так уж и быть я продолжаю дальше подыгрывать кажется как будто нас сейчас ведут друзья куда-то в непонятное место то есть типа я могу верстак б вот он передо мной постамент вот он рядом завал впереди 10 здесь есть мы можем забежать к маме я так полагают давайте начнем с мамы здесь кто то есть посмотреть поговорить держи 1 4 давай поговорим извините а вы кто что за ох как же я перепугалась что это монстр вообще делал марбл эй не говори так о маме погоди-ка это же тот самый человек ты что его знаешь не совсем просто он приходит ко многим людям во сне это что-то вроде городской легенды если интересно я могу тебе потом рассказать нет лучше не надо я нашел какую-то во сне подсказку так он был материалом так я потратил 15 секунд на это говнина на эту говнину так но все я тогда думаю что я к верстак уйду постамент завал завал мы скорее всего никак не можем разбить давайте попробуем просто пойти по пути стандарта просто создадим из него можно что-то взять еще один верстак изготовить н.д. изготовить священную стелу это скорее всего путь друзья даете помогу пойти по пути стандарта типа сделать то что просит ирис или изготовить н.д. ну давайте просто сохранимся здесь меню сохранить дополнительный сейф 4 сделаем даже не это все пугает кэш очень сильно поехали 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 создадим н.д. интересно что такое н.д. ну конечно дата мы можем использовать этот глич извини но я не очень разбираюсь в гитарах я сказала глич а не греч бак короче а нам это под силу данная игра буквально переполнена всякими ошибками с их помощью мы можем открыть то что не должно быть видно что ж понятно давай попробуем хорошо у нас это расходился материал с ружей того человека окей я понял его что еще использовать можно так это же бак разве нет а точно ну так что чего нибудь вообще произошло число изменилось 32 августа что ли стало нет уровень кирки поднялся 2 до 255 уровня звучит экстремально возможно с ее помощью теперь нам удастся сломать то что не положено и я имею ввиду не игровую механику а вещи которые ирис не хочет чтобы мы с тобой трогали так ну мне первому выход из голден йокате мне кажется первым делом самым разумным тот самый невероятный я же там где надо до начать рыть хорошо без вариантов так не то не то одолеть и на x не то значит стена что за стена стена за постаментом попробуем стену за постаментом открыть так это стена выглядит как-то странно разрушить понятно ты хочешь чтобы воспользовалась киркой верно приступай легко спали на спальню спальность поместитсяtrack спалеsın смазьポинь спалишь позвольтесь полностью Healthy Мелobra стена исчезла ирисы расцвели нет игра всего лишь подменяет увер Mega Fucase Вы на живые чудеса так Просто не случаются. Не может быть. Датэ-сан, что вы делаете? А как же священная Стелла? Без неё нам не победить Найкс. Лучше скажи ей, что теперь, когда у нас есть самая мощная кирка в мире, это ни к чему. Я пошла. Подождите, Датэ-сан, не бросайте меня. Это альтернатив... Ой, отчего это экран весь какой-то чёрный? Загрузка, что ли? Если вдруг кому-то захотелось в туалет, то сейчас самое время. Ребята, любое время. Самое время для того, чтобы сходить в туалет. И для этого даже не обязательно снимать штаны или вставать. Помните об этом. Это же... Колдон Йокотё. Но уже в мире Ломкрафта. Но уже не в мире Ломкрафта. Возможно, это и есть настоящий Сомниум Ирис. Здесь ничего нет. Нам остаётся только двигаться вперёд. Так. Просто ворота. Больше здесь ничего нету. Чё-то мне это не нравится, ребят. Я тут ничего не пропускаю, но у меня времени нет, рассусоливаю, так что мы идём отсюда. Это что, выход? Войти. Ладно, давай попробуем войти. Ну, мне нравится эта тема. Это, блядь. Не-не-не, второй раз я на это не повидуюсь. Ха-ха-ха. Мы вернулись назад. Эй, смотри. Что это? Пирамида? Найкс уже близко. Датэ-сан, помогите. Умоляю, спасите меня. Ирис! Ну что ж, давай ей поможем. Пора вызволить Ирис из этого мира бредовых фантазий. Раскрай правду, скрывающуюся за её воображением, Дата. Раскрой правду, скрывающуюся за её воображением, Зеркальная дверь, Пирамида, Экран А, Ворота 1. Так, Пирамида. Это Пирамида. Забраться, осмотреть, раздолбить. За 10 секунд я её раздолблю. Давай. Предположим. Хорошо. Не получается. Выходит, эта кирка не всё способна разрушить? Да, и мы подняли её параметры до предела. Хорошо. 1,6 зато мне теперь есть. Похоже на зеркальную дверь, однако я почему-то в ней не отражаюсь. Разбит 60 секунд. 1,6. 60 секунд. Отлично сказано, Дата. Вы не можете, это зеркало усиливает силу танца. Ну что ж, приступим. Нет, прошу, не надо. Получай! Кажется, это что-то страшное мы сейчас сделаем. А мы вообще точно делаем что-то хорошее? Это что, Ирис в детстве? НЛО села и украла пирамиду. И вот настоящая Ирис под пирамидой. Ирис, всё, что ты говоришь, лишь плод твоей фантазии. Оно нереально. Нет, Дата-сан, вы ошибаетесь. Айба. Что? Давай со всем этим покончим. Ага. Так, ну тут вообще-то, блин... Либо подходим к Ирис, либо подходим к замку номер 4. У меня тут времени совершенно никакого нету. Ядро Ирис. Прошу, поверьте мне. Разрушить. 999 секунд. Альтернатива... Выйти в дверь и типа подыграть её, её воображению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну поехали. Мы потом переиграем, если что. Я так полагаю, что типа здесь мы пойдём, мы попытаемся разрушить её мир иллюзий и выйдем на какую-то типа серьёзную тему. Возможно. А пойдём, попадём у неё на поводу, у нас начнётся, собственно, фантасмагория. И как бы... Ну, я думаю, что это равноценные руты, в некотором смысле. Мне кажется, что разрушить правильно. Чё кто скажет? Я бы разрушил. Я бы разрушил. Поехали. Может найти баф из осмотра? Нам не нужен баф, это последнее действие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как там мы, типа, получается, уничтожаем звезду Айрис? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ещё, Лена, то пошло, то мы ещё, как бы, в некотором смысле, можем даже... Мы не можем... Не может же быть такого, что мы на неё как-то повлияем? Прикиньте, мы её чё-нибудь там внутри сейчас переклиним, а она тупо отъедет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, это, скорее всего, 6 лет назад, да, примерно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну почему не поверили? Мы, как бы, поверили, но... Мы, как бы, пошли в альтернативу. Мне нравилось. Найс, мы сейчас... Сейчас мы, короче, открываем, вылезаем из омниума. У неё яичница вместо мозгов. И она становится онлифан-стримершей. Ниди гёрл овердоуз. Закусочные мацуситы. Ладно, думаю, я всё понял. Короче говоря... Дата-сан, вы вместе с Аттон Тян были атакованы в Голден Йокотё, группой неизвестных вооружённых людей. Ещё как известных. Это были наёмники Най... Найкс Атлос. То есть подручные Найкс. Я узнала их страшные секреты, теперь они хотят моей смерти. Типа, версия, что она чу-нибудь бьёт, как бы. Да, Тэ-сан. Правда, что ли? Ну, на нас действительно напали вооружённые бандиты. Но что касается Найкс... Этот предыдущий сомниум. Я так и не нашёл в нём доказательств того, что Ирис говорит правду. Мой скептицизм, скорее, даже усилился. А, кстати, я об этом вообще ни хера не думал. Но ведь мы попёрлись в этот сомниум, чтобы понять, что... Ирис говорит правду. А во сне ничего не указывало на то, что она говорит правду. Я лично не удивлюсь. Все пока стримерши становились такими. На самом деле, вот если по-честноку разобрать вот эту тему, про то, что ты становишься популярной стримершей, а потом тебя радиомонетизации заносят в сиськой стримерш, ну, типа каких-нибудь там ещё онлифансерш и т.д. и т.п. Вообще, если подумать, то карьера-то там хреновая так-то. Это очень грустная история, потому что ты некоторое время это делаешь, а потом, ну, скажем так, хэйву за что потом делать? Ну, хотя доходы там сверх, конечно же, поэтому как бы можно заняться чем-то другим, нормальным, то есть как бы... Ну, короче, не знаю. Скажем так, я не считаю, что это какие-то охреневшие, опустившиеся люди. Я считаю, что это, ну, типа... Ни хрена себе карьера, и многие люди бы просто не потянули такую карьеру. Вот так вот. Вот так вот. Ирис врёт. Возможно, даже неосознанно. Она всерьёз вбила себе в голову, что за ней охотятся на Икс. Да ты, Сан. Вы что, мне не верите? Немного подумав, я всё же ответил. Ирис, позволь сказать прямо. Я думаю, ты позволяешь своему воображению взять над тобой верх. Воображение здесь ни при чём. Почему вы никак не можете понять? Да ты, Сан, как можно быть таким твердолобом? Короче, Ирис переиграла в дотку на Икс и мерещица. Жесть кака. Вы как стереотипный старик, который вообще ни во что не верит. Тогда приведи хоть одно доказательство. Как я могу во что-то поверить, если ты не можешь ничего обосновать? Ирис, мне кажется, у тебя проблемы с головой. Господи, боже мой, вообще на что, на какой рут я вышел-то? У меня опять судоку в туалете, мать твою. Почему я всегда это делаю? Почему это происходит со мной? Почему всё, к чему я прикасаюсь, умирает? Ну и ладно. Глупо было думать, что вам вообще можно доверять, да ты, Сан? До свидания. Ирис тихонько встала и ушла. Твою мать. Да, Ота, братан. Согласен. Ещё есть водка в меню. Сашими, сердца, куроды, кадзуаки. Габоктальный стол с четырьмя ножками. На столе лежит меню. Ах, брат. Есть вопросы? Задавай. Дате-сан, вы ведь не верите в то, что говорит Ацетон-Тян? Ага. То есть, хотите сказать, наикс не существует? Конечно. Тогда почему Ацетон-Тян чуть было не похитили? Не знаю. Но это может быть как-то связано с Акиурой. Акиура-сан искал Ирис-тян. В любом случае, мы не знаем, кто за этим стоит. Однако, факт остаётся фактом. Ирис находится в опасности. Поэтому я и привёз её сюда. Чтобы ты укрыл Ирис у себя. А вы что будете делать? Мне нужно кое-куда съездить. К Хитоми, да? Ага, я хочу задать ей несколько вопросов. Куда это направилось, Ирис? У нас там, в дальней части, устроена жилая комната. Скорее всего, она ушла туда. Похоже, Ирис чувствует тут себя как дома. Она что, уже бывала там раньше? Ага. Для Ацетон-Тян это не впервой. Тебе что-то не нравится? Ещё бы. Любой, который осердит Ацетон-Тян, для меня враг. Ну а что мне ещё оставалось? Она должна была услышать правду. Да, но ведь есть же какие-то манеры. Вы могли сделать это и поделикатнее. Я тоже так считаю. Бестактный ты вечно. Ладно, я пошёл. Так, я её как-то увидеть здесь могу. О, фотка, фотография. В рамке сеть семейная фотография. Аааа, ладно. Если чё, звони, братан. Я пошёл. Значит, вы хотите, чтобы я укрыл Ацетон-Тян? Ну, я, конечно, не против. Но почему именно здесь? На работе у меня может скрываться предатель. Так что в полицейском участке оставлять её опасно. Да и моя квартира не самая лучшая для этого места. Поэтому я выбрал твою закусочную. Вряд ли кто-то станет искать Ирис здесь. К тому же, я буду спокойно ставив её под вашим присмотром. Погодите, что значит вашим? Я позвал для тебя одну помощницу. Она должна скоро прийти. Кто же это может быть, а? Митзуки-чан? Не волнуйся. Мне уже всё рассказали. Я никого и близко к Ирис не подпущу. Она, кстати, 120 жмёт 500 тысяч раз. Я полагаю, она может стену в Майнкрафте вот тут. Бедроковую ваншотнуть. Так что вот. Если вдруг кто-то всё-таки нападёт, с ней ведь будет тебе спокойнее. Чел, с ментами и с огнестрелом будет спокойнее. Не сука с маленькой девочкой. Ну да. Я знаю, какая Митзуки-чан сильная. Ладно, удачи вам обоим. Можешь на меня положиться. Жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко-жёстко. Ну, я всегда говорил, стримеры гнилые люди. Это прям как отчинаш надо помнить. А в чём, в принципе, проблема веры в то, что... В то, что верит Ирис? Зачем вдруг ей правда в такой ситуации? От ГГ требуется её защитить. Есть подозрение, что за вот этой пеленой правды мы никогда не узнаем истинных причин и по-настоящему помочь не сможем ей. Понимаешь, в этом проблема. Мы всегда будем в неточности, в неточностях утонуть. Это страдка на короткосрок, мэ-бэ, чтобы просто её уберечь от беды сейчас. Но отберечь от беды в ланге и просто помочь человеку? Нет, не можем. А если ты всё равно будешь отрывать пластырь, ну, отрывай ты его как можно быстрее, чтобы не завелось под ним ничего, понимаешь? Ну, что за глупости-то? Мы, кстати, так и не узнали, куда она со стрима убегала. Ну, понимаешь, в этом-то и суть. В этом и суть, что нами так, по сути, манипулировали. Нам сказали, что нам скажут, для того, чтобы мы защитили человека, ну, скажут потом. По итогу на нас обиделись. И несмотря на то, что мы свою часть сделки выполнили, нам ничего не сказали. Они сказали нам потому, что, скорее всего, сразу же бы у нас как-то всё не сошлось. Нас пустили в Сомниум. В Сомниум мы увидели, что вся эта история просто вымысел. Потому что ничего не билось с фактами. Сомниуму можно не доверять, в принципе, но... Всё же. Да ты сам. Извините, что пришёл так поздно. Мне нужно поговорить с вами об Ирис-сан. Итак, в чём дело? Может, профессионал стоит... Пластырь стоит утрывать профессионалу, а не гопнику полицейскому? Я, сука, за кого играю? За гопника полицейского у меня альтернатив нет. Чё я тебе сделаю-то? На игру накричу? На монитор? Что ты от меня-то хочешь-то, мать твою? Я собрался с духом и продолжил. Ирис-сан обратилась ко мне с очень странной просьбой. Она сказала, что её преследует организация под названием Найксатлос. И что ей нужна помощь. Вы что-нибудь об этом знаете? Нет. О перестрелке в Голден Йокотё я решил всё-таки умолчать. Не хотел, чтобы она волновалась. И, понурив голову, Хитоми тихонько произнесла. Я так-то не собиралась от вас это скрывать. Просто всё не было подходящего момента сказать. На самом деле, она очень больна. У Ири злокачественная опухоль головного мозга. Надо было подыграть. Опухоль мозга? Из-за этого она иногда и говорит непонятные вещи. Идеальный стример получается. Что ж, теперь понятно. Делирия является распространённым симптомом данной болезни. Он может вызвать галлюцинации, смятения и пугающие мысли. Всё сходится. Необъяснимое поведение Ири, скорее всего, было результатом её состояния. Пока Айба спокойно анализировала сказанное, я по-прежнему находился в шоке. В голове у меня лишь продолжали крутиться слова «злокачественная опухоль». Как давно она уже болеет? Узнали мы об этом только в январе, когда она внезапно потеряла сознание в школе. Её отвезли в больницу на обследование и обнаружили в мозгу опухоль. А когда у ХП актив умер? Главное, что ты пассив со мной! Года 3-4 уже. Ты чё, братан? Я... Я мёртвый стример. И внутри, и снаружи. Только для любителей некрофилии. По словам доктора, для операции уже слишком поздно. Вы имеете в виду... У неё четвёртая стадия. Самая последняя. Жить осталось не больше года. По крайней мере, так сказал мне тогда врач. Если верить его вердикту, через несколько месяцев она... Вот вам и ответ. Вот она скоро и отъедет. Блин, ребята, если бы мы пошли по пути Шизы, то, скорее всего, смогли бы её как-то параллельно спасти. Fuck my life. Надо было идти по пути Шизы. Ну зачем я выбрал опять эту... плохую таблетку? Я же убил её. Ирисан знает, что больна? Да, знает. Подробности я её не посвящала, но... Думаю, она уже начала догадываться. Блин, такой... Как можно от такой взрослой кобылицы скрыть тот факт, что она больна? Ирисан вам звонила? Да, она сказала, что останется сегодня на ночью друга. Вместе с ней ещё должна быть Мизуки-тян. Но я всё равно переживаю. Даже заснуть никак не могу. Это болезнь мозга, поэтому сопровождается целым рядом симптомов. Таких как тошнота и головокрушение. Да, я помню, как ей становилось плохо. Я, в принципе... Мне, в принципе, сразу казалось, что она какая-то больная. Иногда у неё не имеют руки с ногами. Но чё-то мы какой-то на какой-то слишком тленный реализм вышли. Или, например, поднимается температура. Помним, помним, помним. Что? Так, значит, всё, это было вызвано опухолью мозга? Кстати, а мы на рентгене тепловизорном не должны? Эту опухоль мозга были... Вряд ли, да? Неужели её уже никак не спасти? Обычная терапия точно не поможет. Но один способ всё-таки есть. Только он может ей помочь. А что, если бы... А что, если её спасти? Надо призвать другую Ирис из другого измерения захерачить её и забрать её глаз. Вот тебе и ваджет. Вот тебе и плод. Вот тебе и плод, который... Оставили, чтобы остаться... Чтобы остаться бессмертным. Который, по сути, продлевает жизнь. Какой? Геймстри 007. Ты, короче, наркоман упоротый. Какая она нахер твоя любимая пара? Если сейчас, в 2022 году, ты из кому вышел? Они разошлись в 2019 году. Понимаешь? Ты три года об этом не знал. О любимой своей паре ты не слышал, не видел. Ты не знаешь, что что к нам стоит на Ютубе. У тебя вдруг как в сказке «Люди, у которых мало зрителей, равно мёртвые». Выжил только Сильвер. Пожалуйста. Пожалуйста, пересмотри свою картину мира. Ты наркоман. Без наркотиками. Что за фигня? Сейчас 2023 год. Сейчас уже даже 2023. Я тоже из комы вышел, брат. Кстати, Абвер тоже развёлся. Какой? Ладно, продолжаем. Что за способ? Да, ты это Мидзуки. О, ну почему именно сейчас? Извините. Мне нужно ответить на звонок. Если она... Сейчас, я думаю. Я думаю усиленно. Мне что-то подсказывает, что действительно её при помощи кваджета можно арестить. Наикс. А что если её Батос занят криминалом? Но занят криминалом не для того, чтобы поднасрать ей. Не для того, чтобы поднасрать ей. А для того, чтобы спасти эту. А что если существует какой-то договор, по которому он связался с параллельным миром? И этому челу рестнули жену. Предположим, в одном мире рестнули мать, а в этом мире рестнули... которая должна умереть. А в этом мире рестнули дочь, которая должна выжить. Или это мать? Или это мать по суду пожертвовала саму себя? Ой, господи, это же не мать. И мать Мидзуки. Нет, конечно, они не связаны. Я наркоман. Это не мать, не мать, не мать. Господи, их мать передо мной сидит к Хитоме. Не-не-не-не-не. Как они могут связаны быть через... А мы знаем отца Ирис? Нет, не знаем. Но, предположительно, это... Короче, короче, это... Короче, короче, здесь... Блин, чем дальше я думаю, тем больше понимаю, что здесь творится такая чертовщина, что просто пипец. Да, ты прости, я была рядом, но... Успокойся, что случилось? Ирис... Ирис, вдруг... Стоило только отвести от нее взгляд, как она взяла и пропала. Что? Куда она могла направиться? Не знаю, поэтому я тебе и звоню. Но на столе лежала записка. Вот, Ан, только что отправил тебе фотографию. Ты ее получил? Пришлось, сейчас открою. Предположительно, кто отец? Да и они сестры с Мидзуки. Предположительно. Наверное, не знаю. Я ушла к человеку, которому доверяю больше всего. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Ирис. Да, это... Батос, конечно же. Блин. Я попытался дозвониться до Ирис с другого номера. Однако ничего не вышло. Похоже, она вообще выключила телефон. Проклятие. Мидзуки, нам нужно разделиться и срочно найти Ирис. Оту тоже попроси помочь. Хорошо. С ней что-то случилось? Просто скажи... Судя по всему, Хитоми меня услышала. Скрывать что-либо нет смысла. Я сказала, что Ирис пропала. Что? Проравнив всего одно слово, она замолчала. Причину исчезновения Хитоми не спросила. Должно быть, она думает, все дело в опухоли мозга. Что болезнь приводит Ирис в замешательство. Я ушла к человеку, которому доверяю больше всего. Так Ирис написала в оставленной записке. У вас есть какие-либо предположения? Молчит. Да, ты. Нет. Что ж, понятно. А скажи, пожалуйста, с кем ты потрахалась? Не переживай. Показывать, где тебя трогали, я не попрошу. Просто скажи, с кем. Ты прекрасно знаешь этого человека. Молчат. Ладно, мне нужно отправиться на ее поиски. Я тоже пойду. Нет, вам лучше остаться здесь. Она может вернуться домой. Но... Все будет хорошо. Я обязательно найду Ирис-сан. Можете не беспокоиться. Хорошо. Это не совсем так работает. Это же ВН. Думаешь, все? Думаешь, без вариантов? Нельзя спросить у нее? И я думаю, на этой офигенной ноте... На этой офигенной ноте... Нам... Мы как раз таки закончим. У нас начинаются поиски Ирис. Это то, что нужно. Сейчас будем гмотаться по городу искать. Но я думаю, я думаю, что этот чел ее отец... Потому что он очень уж пристально за нее взялся и взял под крыло. И... Илень, если не отец, то как-то обязан отцу. Именно поэтому взял ее под крылой и прокурировал. И она говорит, что это тот человек, которому я больше всего доверяю. Ориентировочно именно он приперся за ней. Ориентировочно она пошла вместе с ним. До хорошей логической точки минут пять. Блин, если до хорошей логической точки минут пять, то пошли. Поиграем. Дата. Человек, которого упоминала в записке Ирис. Как думаешь, кому она может доверять больше всего? Кому Ирис доверяет больше всего? Так, я здесь сразу сохранюсь. Акиурихи, Томи, дяде мне. Дяде? Точно не Хитоми? Хитоми дома. Мне точно нет. Значит, Акиура или дядя? Акиурихи. Да, я тоже так думаю. Ирис ведь говорила следующее. Акиура-сан вызывает у меня огромное уважение. Он столько всего для нас сделал, я доверяю ему больше всех на свете. Она прям вот так вот сказала, текст в текст. Я об этом уже думать забыл. Кроме того, по словам Фитцанки и Санфиш Покет. Акиура-сан искал Ирис-тян. Я думаю, он мог взять. Я думаю, он мог взять и позвонить ей. После чего Ирис отправилась к Акиуре. Ого. И что теперь делать? Акиуру мы давно найти не можем. Вся полиция его разыскивает. Он же вообще в бегах вместе с номер 89. И несмотря на это, его местонахождение до сих пор неизвестно. От него буквально и след простыл. Будь у нас хоть какая-нибудь зацепочка, тогда бы ничего этого вообще не произошло. И что, ты сдаёшься? Ирис сейчас может находиться вместе с заключённым номер 89, убийцей. Нужно как можно скорее её найти. Ну же, да, ты думай. Куда, вероятнее всего, мог отправиться Акиура? Ох, нихера себе. Да, эти все варианты говно. К себе домой он не пойдёт. Его разыскивают. Я думаю, в Санфиш Покет. Он уже много раз... Моби Акиура и номер 89 братья. Я тоже так думаю, что они связаны вот именно как-то так. Я думаю, что когда там был вариант к дяде, имелось в виду, что номер 89 ещё по итогу дядя окажется. Может быть, что-нибудь в этом духе. Я думаю, в Санфиш Покет. Он приходил много раз. Он приходил много раз. В Санфиш Покет. Искал там. Он точно не пойдёт к Хитоме. Он точно не пойдёт к себе домой. Либо Лимни Скейт, либо Санфиш Покет. Думает дурья голова. Как что вероятнее. Лимни Скейт подсобка с девочками... Непту... Непту... Нептуняшками. Его вторичный бизнес. В Лимни Скейт его вообще все ищут. Там огромная корпорация. И он ни разу туда не приходил отсиживаться. Даже не забегал туда. Пойдёмте в Санфиш Покет. Ото уже проверил Санфиш. Кафе всё ещё работает, но... Ирис там не было. Про Акиуру я, конечно, не спрашивал. Но думаю, Ото бы сказал, если бы я его встретил. Так, хорошо. Тогда в Лимни Скейт попробуем. Я недавно получил сообщение от Мидзуки. Она ходила в Лимни Скейт, и там никого не было. Сук! Тогда к себе домой! Дом Акиура находится под слежкой полиции. Если бы он вернулся сюда, нам с тобой сразу же бы дали знать. На холодильный склад! Ура! Вот он вариант. Конечно, на холодильный склад. Холодильный склад! Возможно, он сейчас там. Фух. Всё понятно. Посторонний играл. Похоже, тут вообще никого. Чёрт! Так он не здесь? Идём, Айба! Подожди! Что такое? Тут всё-таки кто-то есть? Нет, никого живого. Ну тогда... Я сказал, живого. Ты имеешь в виду? Короче, давай попробуем обыскать весь склад. Может, нам удастся что-нибудь найти. Начался грустный музон. Коробка... Ну, давайте коробки искать. Металлическая бочка. На полу вылечится металлическая бочка. Вряд ли это какая-то улика. Она подставила, чтобы... Залезть... Залезть на стеллаж коробки. Нет. Нет. Я не вижу среди них ничего подозрительного. Так. Помните, она сказала, что это большая ириска. На полу лежит картонная коробка. Внутри ничего нет. На полу стоит пустой деревянный ящик. На полке. Полки, 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 полки. Распределительный щит. В дальней части склада находится нечто похожее на распределительный щиток. Выглядит вполне обычно. Так, погрузчик. Рентген. За ним, кажется, тело. Не может быть. Почему она здесь? И как она быстро так отъехала? Все-таки и глаз вырезали. Ирис. 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 Да. Спасибо тебе большое, Арактур. Действительно, отличное место, чтобы дело остается нераскрытым. А, так, подожди, это Bad End. Вы хотите сохраниться? Честно говоря, нет. Хорошее место для того, чтобы сохраниться. Не благодари. Доволен собой. Осталось столько неразгаданных тайнок. Кто же все-таки настоящий преступник? Что произошло 6 лет назад? И кем был даты в прошлом? В данной игре точки развилок сюжета скрываются внутри сомниумов. Используйте экран хронологии, чтобы перейти к повторной синхронизации и отыскать альтернативный путь. Что такое Locked? Для открытия замка требуется пройти другие главы. Вы здесь. Возобновить расследование. Ага, понятно. А почему я это не могу? Это типа... Надо пройти вот этот путь, и тогда, скорее всего, у меня откроется... Ну, понятно. Доволен собой. Возвращение на заглавный экран продолжительность с хроной данной будет утеряна. Да. Как я писал, будем все руды проходить на TrueRoot. Да, скорее всего, здесь надо прям загружаться, проходить альтернативные концовки. Потом, да, проходить всякие штуки. Да, проходить всякие штуки. Ну, здесь, кстати, очень хорошая система переигровки. Не надо пробегать всю визуальную новеллу заново. Это очень хорошо. Ну, я на сегодня все. Это была отвратительная трансляция. Айси Берешу хлопки по попке. Мне очень не понравилось. Надеюсь, создатели этой игры сдохнут в мучениях. Ладно, нет, конечно. Ну, как обычно, первый... Не... Почему я всех убиваю всегда? Я хочу, чтобы все умирали. Почему опять спальник? Я... Завтра мы досматриваем стейдж, там всего три серии. И после этого читаем мангу Билли Бэт. А прикинь, начать next-трансляцию с этого. Как раз-таки это хорошо. Лучше начинать трансляцию с этого, чем на этом заканчивать. Поэтому... Потому что теперь у меня грустное ощущение. И развития никакого дальше нет. А так, на следующей трансляции я бы ее убил. А потом сразу такой... А, да похер. Мы только начали. И пошел бы в другой рут. И там бы все было... Мир, дружба, жвачка. Я все сказал. Страдательно-то как. А почему я сразу всех убил? Ладно, ладно. Зря я тебя послушал. Запомнишь, что я тебя больше не слушаю, сука. А предстоит на этом прохождение закончить. Да уж. Нормально было бы. Ладно. Отдыхаем. Отдыхаем, пацаны. Мужики и девчата. Пока-пока. Хорошо посидели сегодня. Прикольно. Мне понравилось. Да, я знаю, что мы ее убили. Но, честно говоря, как-то убили мы ее совсем за... Не за хрен собачий. Я еще не понимаю, почему я дальше не могу раз... Раз это... Раз... Расследовать дело. И дело, мне кажется, все-таки в том, что им жопа в мыле нужен ее глаз. Для чего-то. Короче, мне кажется, что глаз используется для того, чтобы как-то ее... Господи. Глаз используется для того, чтобы ее реснуть. Господи, что боже мой. Либо через параллельные миры, либо через какое-то клонирование, или еще какую-то херню, они ее специально ресуют. Да, 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 да. А ждать больше нет смысла. Ей все равно остается пара месяцев. И она об этом знает. Ладно, об этом мы узнаем в следующей трансляции. Пока это только инсинуации. Всем чмок пузика. Пека, пека, пека. Прикольно, прикольно. Прикольную тему замутили. Мне нравится. Прикольную тему замутили. 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 Продолжение следует...